В Украине продолжается противостояние вокруг Киево-Печерской лавры. Из главной православной святыни выселяют священников Промосковской Украинской Православной Церкви. Между тем, в западных областях храмы УПЦ передают в распоряжение Киевского Патриархата. Как война обострила раскол между церквями и повлияла на отношения к ним прихожан и всего украинского общества. Об этом мы поговорили с журналистом, внештатным автором фонда Корнеги Константином Скоркиным. Константин, здравствуйте! Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Я хочу начать с того, что вы много пишете о том, что происходит с православной церковью в Украине. И о том, что с 2014 года Украинская Церковь Московского Патриархата находится в двусмысленном положении. Я отмечу для зрителей, что после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе появилась самостоятельная Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Она получила автокефалию. И эти две церкви в какой-то мере противостояли друг другу. Можете пояснить для нас, пожалуйста, что изменилось с началом войны? Во-первых, сделаю ремарку. Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата появилась еще в 1992 году. Но в 2018 году была создана Православная Церковь Украины, которая связана с Константинопольским Патриархатом. Получила от Константинопольского Патриарха автокефалию. И с этого момента в Украине создается поместная Единая Православная Церковь, в которую приглашена, собственно, вступить, присоединиться и Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. То есть идет процесс объединения. Вернее, шел. Это был такой эволюционный, неспешный процесс, поскольку церковь, как вы понимаете, достаточно консервативный институт, и там процесс измеряется веками. Поэтому это могло все очень, ну, в современном мире, конечно, быстрее, но все равно это могло затянуться на дыкальное время. Но война очень сильно изменила диспозицию, потому что очень многие представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, или, как говорят в Украине, Русская Православная Церковь в Украине, оказались на стороне, собственно, агрессора. Ряд высокопоставленных иерархов Церкви сотрудничали с силами вторжения в Украину. Некоторые из них и, собственно, вот в Харьковской, и в Сумской области были случаи, когда руководящие, собственно, митрополиты покинули свои епархии вместе с отступающими российскими войсками. Были случаи, когда высокопоставленные такие же иерархи открыто перешли на сторону РПЦ, например, в Крыму они перешли в прямое управление, собственно, патриарха Кирилла. А луганский епископ Пантелеймон присутствовал в Кремле на церемонии, вот когда Путин объявлял о том, что он аннексирует украинские области. То есть, разумеется, все вот эти факты в Сумме, они не могли не вызвать негативную реакцию как со стороны украинских властей, так и со стороны украинского общества. И, собственно, это проявилось в том, что, например, в ряде украинских областей, прежде всего речь идет о Западной Украине, где, скажем, этот процесс всегда был остро проходил, вот связанный с темами, собственно, украинской, московской ветви православия, то там просто местные власти при поддержке местных прихожан стали изымать храмы у ПЦМП, у Московского Патриархата, и переводить его, передавать церковную собственность, собственно, ПЦУ, Православной Церкви Украины. Константин, вот вы упомянули, что вот с началом войны много что изменилось, да? У ПЦ в том числе осудила действия России, в мае прошлого года объявила о своей независимости, да, от Московского Патриархата, помогала беженцам и даже ВСУ. Вот как вы считаете, можно ли говорить сейчас о полной независимости? И главное, вот верят ли в эту независимость прихожане и вообще, да, общество украинское? Да, вы совершенно правы, такой шаг был сделан. Насколько он был добровольным, насколько вынужденным, учитывая обстоятельства, это отдельный вопрос, да. Собственно, действительно, ОПЦМП объявила о своем разрыве с РПЦ в связи с военным вторжением, осудила позицию РПЦ, которая поддержала недвусмысленно вот эту путинскую спецоперацию по факту полномасштабной рейси против Украины. И, соответственно, насколько, как бы, этот момент, ну, дело в том, что, несмотря на то, на, скажем, все те какие-то позитивные шаги, которые были предприняты ОПЦМП, вот эти факты коллаборационизма, они в глазах общества и власти очень сильно все в хорошую сторону, да, вот эту всю гуманитарную деятельность православной церкви, ОПЦ, перекрывают, да. То есть тут есть большие сомнения все-таки в лояльности ОПЦМП Украине как государству. Говоря о лояльности, как вы считаете, почему вот московскому патриархату важно сохранить контроль над украинскими приходами? Ведь дело не только во влиянии на прихожан. Как считаете? Дело прежде всего в том, что, если брать с муба сторону церкви, то речь идет просто о главенстве в православном мире. То есть треть приходов ОПЦМП, собственно, которую они контролируют Украину. То есть потеряв их, они сразу теряют, собственно, свой статус Москвы-Третьего Рима, да, то есть некого лидера православия в мире. Поэтому для них это принципиальный вопрос, это вопрос всего, да, это вопрос духовной власти, это вопрос экономический в том числе, богатые приходы украинские, которые в Украине высоким уровнем религиозности. И поэтому это вот важный момент. А, ну и соответственно, это важно для власти, потому что, для Кремля, потому что это вопрос геополитического престижа, это вопрос контроля, и это вопрос, ну, инструментария в случае войны. Это все-таки, как показала практика, достаточно действенная. То есть то, что в ситуации такого серьезнейшего вызова, как вторжение России, да, то есть часть священников московского патриархата оказались фактически на стороне врагов Украины. Это значит, что этот инструмент, он рабочий. Реакция властей в данном случае связана не с вопросами вероисповедания и вопросами канонического православия, а плюс все связана с вопросами национальной безопасности. И этим вызвана такая резкая реакция в отношении УПЦ МП в Украине. Константин, мы видим, как обстановка накалилась вокруг Киево-Печерской лавры. В конце марта священников УПЦ Московского патриархата обязали покинуть помещение лавры, но за них ступились прихожане, а наместника лавры обвинили даже в разжигании религиозной вражды. Он сейчас под домашним арестом. Как вы считаете, как этот конфликт может вообще завершиться? Я вижу, что несмотря на все эмоции, которые бурлят вокруг Киево-Печерской лавры, власть украинская не стремится разжигать конфронтацию. Я вижу, что стремление есть. Есть отдельные спикеры во власти, которые очень резко сказываются в отношении УПЦ МП. Но в то же время я вижу, что в целом линия идет на правовое разрешение вопроса, на суды и на решение имущественного спора в рамках правовых. Поэтому, мне кажется, что в конце концов, все-таки, мне кажется, и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра на Западной Украине, они перейдут к ПЦУ. Вообще, в принципе, это достаточно органический процесс создания национальной церкви. Особенно в таких драматических обстоятельствах, которые, собственно, сейчас наступили после начала вот этой полномасштабной фазы войны, когда уже никакое присутствие Москвы в Украине нормально не воспринимается. То есть все, что связано с Москвой, становится токсичным. Религии до каких-то культурных институций. То есть все это вызывает такую аллергию значительной части населения. Но в то же время я вижу, что поскольку по-прежнему ПЦМП сохраняет значительное влияние, особенно вот на юго-востоке страны, украинские власти не хотят сейчас, особенно сейчас, как-то в тылу иметь тлеющий или горящий религиозный конфликт. Поэтому я вижу, что власть стремится модерировать этот процесс и недвусмысленно показывает, что ее симпатия на стороне ПЦУ ни в коем случае не оказывает какого-то чрезмерного давления или как-то пытаться вмешиваться серьезно в дела церкви. Есть две церкви, но одну из них украинская власть симпатизирует. Это ПЦУ, которая занимает патриотическую позицию. Но есть та церковь, двойная лояльность, которая вызывает, соответственно, подозрения и ей не симпатизирует. Но Украина по-прежнему, несмотря на военное положение, остается правовым демократическим государством и как-то в рамках закона, мне кажется, должно урегулироваться. Если брать в исторической перспективе, то мне кажется, процесс вот этот уже безальтернативен и рано или поздно на большей части территории Украины и, собственно, ПЦУ станет главенствующей единственной единой православной церковью. И люди из УПЦ, МП, и прихожане, и священники будут постепенно туда переходить. Этот процесс тоже не быстрый. Война, конечно, его очень сильно ускорила, заставила определяться быстрее, потому что иначе это все было бы в богословских спорах, могло бы длиться десятилетиями. Но сейчас это все ускорилось. Но это объективный исторический процесс, который, опять-таки, идет давно, не сегодня начался, а война просто его радикализировала, скажем так. — Говоря об единении, давайте поразмышляем. Как вы считаете, смогут ли все-таки объединиться две украинские церкви? Та, что подчинилась Москве, и автокефальная, киевская. И если УПЦ официально уже независима, что мешает этому объединению сейчас? — На самом деле препятствий теперь после вот этого решения, если оно принято искренне, и оно документально подтверждено, то, соответственно, препятствий стало значительно меньше. Потому что раньше как бы существовало, что препятствие в том, что ПЦУ находится в юрисдикции Константинопольского патриархата, УПЦ находится в юрисдикции Московского, и тут вот есть спор о каноническом православии и так далее. То есть я не буду ходить в дебри всех этих богословских тонкостей, но тут, скажем так, серьезное, в сфере церковного права были разногласия. То есть сейчас, когда УПЦ объявила о своей независимости, то препятствий для этого стало меньше. Если объединение все равно не будет, скажем так, происходить, то это связано прежде всего либо с амбициями, собственно, служителей церкви высших, ну, либо с тем, что все-таки УПЦ МП, и тогда все объединения против нее справедливы, что она все равно стремится сохранить свою связь с Москвой, что в данных условиях становится все более и более неприемлемым. Говоря о связи с Москвой, Константин, вот вы писали, что религиозные распри опасны еще и тем, что ими пользуется российская пропаганда. Можете ли вы привести несколько примеров, как именно? Ну, во-первых, все должностные лица, по-моему, от Пескова до депутатов Госдумы уже на эту тему высказались и всячески используют это в качестве аргументов, почему нужно продолжать агрессию против Украины. Потому что там преследуют православных людей. И это рассказывается, то есть никто не объясняет ситуацию, которая происходит, да, на самом деле, то есть, в смысле пропаганды, как раз, в противоположном, да, то есть рассказывать о том, что вот это религиозное гонение. Какой-то верующий человек в России, он смотрит по телевизору и думает, ну, значит, все правильно происходит, значит, правильно напали на Украину, потому что какой ужас, вот я верующий, там верующий, а их, значит, какие-то непонятные, значит, силы, там, западные, там, масоны, я не знаю, атакуют и пытаются запретить. Вот, собственно, главный инструмент. Это инструмент мобилизации, поддержки вот этой путинской аргии внутри России, прежде всего. И плюс во внешней аудитории тоже, потому что православная, не только Украина и Россия, православные церкви есть, например, в странах НАТО, в Болгарии, Румынии, и там в силу, скажем так, опять-таки, консервативности церковных институтов, вот процесс признания вот этой автокефальной ПЦУ, он очень тоже медленный. Еще не все далеко православной церкви его признали. А там, например, сербская православная церковь активно как раз поддерживает московскую позицию. И это все очень эффективные инструменты, которые тоже, они апеллируют к религиозным чувствам. Вы понимаете, что в современном мире религиозные чувства являются серьезным мобилизирующим фактором, именно поэтому Россия использует это в пропаганде, а Украина так отчаянно обороняется и стремится как-то промодерировать эту ситуацию внутри страны, чтобы это не использовалось против нее. Спасибо вам большое, Константин. До встречи. Я напомню, для зрителей с нами на связи был журналист Константин Скоркин, с которым мы поговорили о православной церкви в Украине.